Здравствуйте, дорогие садоводы-огородники! Рад приветствовать вас на канале Дела Огородные. Сегодня мы будем с вами обрезать черную смородину. Весенняя обрезка и подготовка к летнему выращиванию. То есть, что нужно сделать с черной смородиной, чтобы она у вас росла, была крупная, не болела и радовала вас своим урожаем. Ранней весной, пока не стаял снег, но уже начали появляться проталины, куст вокруг оттаял, его нужно облить копятком, чтобы потом не обрабатывать химикатами. Для чего обливают копятком? Излейки. Для того, чтобы, во-первых, убить мучнистую росу и яйца вредителей, которые находятся, сидят под почками, в трещинах, в коре и так далее. Самый безопасный способ весенней борьбы с вредителями это облить куст смородин копятком. Прям крутым копятком, чтобы он еще кипел. Но это нужно делать, пока еще не сошел снег и пока еще почки не тронулись в рост. И если почки уже тронулись в рост, кипятком обрабатывать нельзя. Вот, смотрите, кипяток. Так, вот. И начинаем поливать. Вот, видите, какой пар идет. Поливаем гуще. Так, все. Ай, хватило всем. Так, теперь второй куст. То же самое, вот, ее делаем сверху. Куст я связал для того, чтобы уменьшить площадь и меньше. То есть, чем больше куст, у нас тем больше воды уйдет. А здесь куст покучнее и воды. Воды нужно поменьше. Все вредители, которые вот бывают тут на кусту, зимуют, все они, будем считать, сварились. Вот, посмотрите, даже видно, что вот пенечки срезанные. Вот я срезал, тут обрезал куст перед поливом. А на них нет вот этих отверстий. И это здесь, значит, нет стеклянницы. Или как она, медянеца, стеклянеца. Вот, смотрите. Обычно, если ветки заражены, то они всегда с черными дырочками. Весной, как только растает снег, растает снег, сгребаем землю. Все листья, попавшие, все, обработали приствольный крох, подчистили. Дальше берем секатор и вырезаем ветки. На черной смороде они должны быть три вида веток. Нулевые, которые еще не выросли, будут, вырастут летом. Ветки первого года, вот, посмотрите сюда, вот такие вот серые веточки. Я вот вам сейчас срежу, покажу. Вот. Вот эти ветки первого года. То есть, вот она, белая, видите, светлая-светлая, самые светлые веточки. Они, вот, не ветвятся, просто одинокий побег. В этом году он будет давать ягоды. Это одинокая ветка. Дальше, дальше двухлетние ветки. Ветки, которые уже с разветвлением. Сейчас срежу, покажу. Вот веточка, которая растет снизу. И дальше, вот она ветка, допустим, да? И потом она вот начинает давать уже боковые, верхние разветвления и сбоку дает побеги. Вот эта ветка второго года. Вот посмотрите, она уже серая становится. И третьего года ветка, та, которая дает такие рожки три. Вот. Вот ветки трехлетнего. Вот они. Они уже темней. Эти ветки последние ветки, которые должны остаться у вас на кусту должны быть первого года и второго года. Вот вы сейчас по весне вырезаете, оставляете ветки первого и второго года. Третьего года ветки должны правильно вырезаться. Вот. Здесь у меня уже веток трехлетних. Вот осталось только две штучки. Две штучки. А остальные ветки? Остальные ветки все я уже вот трехлетние вырезал. И как за смородиной ухаживать? Вот на кусту вот таких вот однолеток шесть штук. Так? Дальше. Шесть штук вот двухлетних кустов, которых немножко чуть-чуть посерели. и все. Остальные ветки должны правильно вырезаться. И у вас должно, когда молодые ветки пойдут расти, нулевые, их должно тоже оставаться штук шесть-восемь. Больше. Больше вы оставлять не нужно. В противном случае пусть будет густой и на нем не будет просто напасть смородины. Вот здесь посмотрите, у меня все ветки вырезаны. Все ветки. Вот старая ветка остается. Сейчас я ее старая ветка, трехлетняя. Вот получается. Видите? Темная, коричневая. Первый год, второй год и вот они, третий год. Дальше подсыпаем ведро перегноя под смородину. добавляем пол-литровую банку, ну, скажем, два стакана золы. Перемешиваем. Смородина любит калий. Мне вообще все микроэлементы нужны, но калий особенно. А он есть в золе. Я удобрениями не пользуюсь, поэтому подсыпаю. Вот, видите, перегно с золой. Вот, засыпали. Дальше. Взяли плоскорез, немножко порохлили, сильно не нужно, потому что тут сверху корни ростяные, мы их можем повредить. Дальше что? Дальше для того, чтобы лучше развивалась смородина, пораньше зацвела, полить ее раствором Байкала. Так, вот, дождевая вода. И нужно, как здесь пишут, добавить 10 грамм на 10 литров. 10 грамм это получается два купачка. или столовую ложку. Байкал ЭМ 1 эффективный микроорганизм содержит до 86 видов микроорганизмов, которые улучшают состав почвы, усваивают кислород, азот и прочие все элементы, которые хорошо усваивают растения, то есть способствуют усвоению корневой системы. Так, все, размешали. И обратите внимание, я куст сильно не обрезал, веток резаных нет, поэтому я поливаю куст не под корень, а сверху. Вот поливаю сверху. Это своего рода обработка против клеи, которая вот уже сейчас должна вылезти из своих укрытий и откладывать яйца для того, чтобы на молодые листики напасть. Это против всех клещей и мучнистого раз. Все. После того, как вы полили, нужно прикрыть приствольный круг, потому что весной начнут вылазить еще все вредители, которые зимуют там, в земле. для этого берем у кого есть черный материал, рубероид, у меня есть старый рубероид, разрезаю, вырезаю в середине вот такой крест, вот такую отверстие, не нужно вырезать, вырезать просто, вот, чтобы случилось, смотрите, вот такая вот, и подкладываем. Теперь уже процентов 85 вредителей не смогут вылезти из земли, и там они и погибнут. Это раз. Во-вторых, лишняя влага, она не будет испаряться, значит, куст нам не нужно будет поливать. Это два. Ну, и, соответственно, ягоды будут крупнее при наличии влаги. Это три. Ну, и сорняки, опять же, расти не будут. Это четыре. Вот все, что нужно сделать со смородиной. И забываем теперь про нее до самой середины лета, пока не начнут зреть ягоды. И еще я забыл сказать совсем, если вдруг у вас появились вот такие круглые почки, здесь вот у меня нет, показать нечего, их нужно обязательно, обязательно пообламывать. Это почковый клещ, это раз. И во-вторых, вот где на макушечках, если такие кривые, если у вас появились кривые горбатые макушечки, вот тут я нарезал, вот видно, это еще обрезал, когда по зиме, вот смотрите, видите, вот она, серый налет, это мучнистая роса, нужно все срезать, обязательно, вот они немножко горбатенькие макушечки, серенький налет, как будто цементовая пыль, это мучнистая роса, срезали и сожгли. На этом давайте закончим, желаю вам высоких урожаев, до новых встреч на канале Дела Огородные, до свидания, заходите к нам еще.